Всем доброе утро. Добро пожаловать на утреннее шоу кафе Персиковое дерево. Сегодня вторник, 17 марта, и сегодня день Святого Патрика. А мы все ирландцы. И да, мы все ирландцы. К сожалению, парады отменили, но мы рады снова быть с вами. Я, моя жена и, конечно, Геша Майкл Роуч, Джон Брэйди, Кони Абрайн, семья О'Брэйди. Они оба старшие преподаватели DCI и старшие преподаватели всего, и они оба закончили трехлетний ретрит, и они оба очень успешные бизнесмены. Здорово. Спасибо, Багешла. Нам приятно снова участвовать в шоу кафе Персиковое дерево. И сегодня у нас вопрос от Октавиана из Румынии. Это очень хороший вопрос о переживаниях насчет повышения цены на свои товары. Сейчас я вам покажу его. Привет, DCI. Я Октавиан из Румынии. И мой вопрос в том, как лучше всего повысить цены на ваши товары и услуги, не испытывая при этом дискомфорта. Спасибо. Это универсальный вопрос, вероятно, которым задаются многие производители. Я чувствую, тут есть две составляющие. Первая – это дискомфорт, беспокойство по поводу повышения цен. Это нормальная реакция человека, который вынужден повышать цены. И вторая – а приведет ли повышение цен к увеличению продаж. Мы можем посмотреть на это с точки зрения следующей. Увеличатся ли объемы продаж, если ты повысишь цены или нет. А может, товар будет продаваться лучше, если цена останется прежней. И перед нами вот такое поле вариантов, такой ребус, который я предлагаю разгадать для Октавиана. Я бы еще рассмотрел это чувство дискомфорта. Октавиан, что это за дискомфорт? Это страх потерять клиентов. В твоем голосе слышится виноватость, неуверенность. И я думаю, нам необходимо поработать над этим с точки зрения системы семян, в том числе проанализировать, не сажал ли ты какие-то даже самые маленькие семена вины в других людях. Это может быть причиной того, что сейчас в своей жизни возникла эта дилемма, и ты испытываешь беспокойство о необходимости повышать цены. Или это просто какая-то внешняя вещь, страх, что люди не будут покупать твою продукцию по более высоким ценам. У Кони был успешный, один из самых популярных ресторанов в Ванкувере. Как ты с этим справлялась, когда тебе надо было поднимать цены на блюда? Например, на какой-то определенный салат или десерт? Да, цены постоянно растут. А мы всегда стремимся закупать самые лучшие ингредиенты. Я бы к этому подошла... Это в большей степени про то ощущение, чтобы сажать больше семян благосостояния. И если вернуться к тому, что сказал Джейби, есть множество вариантов, и ни один из них не является беспроигрышным. И если ни один не беспроигрышный, тогда почему бы не посмотреть в корень, не определить, какими способами можно обеспечить рост благосостояния. В таком случае, когда ты все-таки повысишь цены, прибыль увеличится наверняка, и тогда ты не проиграешь. Я бы больше в эту сторону направила внимание, чем пытаться принять решение, которое ты не знаешь наверняка, что будет работать. Но все равно давай поднимать цены, и без этого никак. Я должен сказать, зная, какой Октавиан прекрасный человек, я думаю, он стесняется. Он беспокоится, что покупатели подумают, что он их обманывает. Он беспокоится, что покупатели подумают, что он плохой человек, если он поднимет цены. И в этом я вижу вопрос доверия, семена доверия. А, это интересно. Если ты посадил семена доверия, тогда можешь поднимать цены, и твои клиенты скажут, все нормально, мы понимаем, что это необходимо, и тебе даже ничего не придется объяснять. Может еще практиковать следующее, как вы думаете? Радоваться каждый день, когда видишь, что кто-то поднял цены. Радоваться тому, что какой-то человек смог это сделать для себя. Потому что давайте смотреть правде в глаза. Стоимость сырья растет. В семьях случается прибавление. Цены на исходные материалы, которые тебе нужны для производства твоих товаров, растут. Так что должна увеличиваться и цена на конечный продукт. Так как мы это все понимаем приметно к себе, мы можем это понять в отношении других людей. Я думаю, что также важна уверенность в качестве того, что ты производишь. Нужно постоянно напоминать себя о том, что качество твоих услуг или товаров не должно падать, что тебе необходимо поддерживать неизменно высокий уровень, независимо от внешних условий, если мы говорим о традиционном способе. Мне понравилась мысль Кони. Я об этом думаю еще применительно к налогам. Обычно в нашей культуре принято стремиться заплатить как можно меньше налогов. И даже честные люди... Нечестные люди, ясное дело, укрывают налоги. Честные люди стараются найти лазейку и легальным способом заплатить меньше налогов. И, кстати, с моральной точки зрения в этом нет ничего плохого. Если закон не наружен, то все в порядке. Но то, о чем говорила Кони, навело меня на следующую идею. Октавин, а как насчет того, чтобы платить больше налогов с радостью? Искать возможности уплатить больше налогов, не укрываться от уплаты налогов и целенаправленно платить немного больше положенного. То, о чем говорила Кони. О, мне это нравится. Если ты приучишься мыслить определенным образом в отношении людей, у которых ты что-то покупаешь, которые повысили цену. О, ничего, я заплашу чуть больше. Эти деньги нужны им для того, чтобы содержать семью. Мы вот только что приглашали мастера, чтобы сделать слив. Пришел человек с оборудованием и сделал отверстие под канализацию, чтобы у нас тут были туалеты. И я заплатил ему на 100 долларов больше оговоренной цены. И он был счастлив. Недавно я дал премию моему юристу в связи с праздниками. Никто не делал от этого. И он сказал, я работаю юристом 35 лет, и никто никогда не платил мне премию. Это отличная мысль. Семена щедрости. Я думаю, это хорошая мысль думать обо всех тех людях, которым мы обычно платим неохотно. Мы все думаем, ой, ну юристы и так много зарабатывают. Также мы думаем о политиках, зная, какие у них большие зарплаты. И вместо таких мыслей можно порадоваться, чтобы они получали такие большие зарплаты, потому что, очевидно, они этого заслуживают. Если бы они этого не заслуживали, они бы не получали столько. Потому что мы знаем, как работают четыре кармических закона, четыре закона семян. Есть еще интересные методы. Я помню в бизнесе, если тебе кажется, что цена немного выше того, что готов заплатить среднестатистический человек, что ты будешь делать? Ты даешь им скидочный купон на 8 долларов на следующую покупку. Да, да, да. И это хороший стимул для них вернуться в следующий раз и купить этот товар снова со скидкой 25%. А что если, Иисус говорил, если тебе дали пощечину, поставь другую. А что если, когда кто-то себя берет довольно крупную сумму за что-то, платить еще немного сверху? Если мотивация правильная, если мотивация в том, чтобы у этого человека жизнь была лучше, тогда, я думаю, после этого можно поднимать свои цены. И люди будут счастливы. Точно. Или по меньшей мере, он не будет испытывать чувство вины или беспокоиться о повышении цен. Я думаю, это очень важно, не испытывать эти чувства. Это сложные решения, которые тебе необходимо принимать в бизнесе. Эти изменения неизвестны, как отразятся на продажах. Если кто-то подозрительно относится к тому, что цена на твои товары выросла, это должно быть результат каких-то твоих семян. Что ты сделал в прошлом, чтобы это сейчас происходило? Хороший вопрос, Гешла. Ты хочешь знать, что мы сделали? А мне просто любопытно, что мы все делаем в течение дня, что заставляет людей относиться с подозрением к повышению цены. Скорее всего, это наше оценочное мышление. Мы подозреваем других людей, что они чем-то там руководствовали в своих действиях. Их мотивация. Все даже доверие. Да, доверие. Мне нравится эта идея, что в течение всего дня, каждый день, мы в своей голове придумываем истории про других людей. И независимо от того, хорошая это история, или вы как-то плохо думаете о человеке, вы в обоих случаях не знаете, как оно там на самом деле. Придумали ли вы себе хорошую историю или плохую про человека? У вас нет никаких доказательств того, чем на самом деле руководствовался человек. Так что моя мысль заключается в следующем. Пусть эти истории будут хорошими. Отличные идеи мне нравятся. У меня работала женщина в алмазном бизнесе, моя служащая. Она постоянно засыпала на рабочем месте за столом. У нее на лбу отпечатывались алмазы, она прямо на них лицом засыпала. И когда она просыпалась, на ее лбу были алмазы. И я решил придумать добрую историю, будто бы она всю ночь в костюме супергероя, патрулирует улицы, защищая людей, а потом с утра приходит на работу в алмазную компанию и от усталости засыпает на рабочем месте, падая лбом в алмазы. О, мне очень нравится. Если так делать, то проблема будет снята, когда ты все-таки поднимаешь цены. Когда приходят покупатели, жалуются, ты расстраиваешься, что у тебя что-то в голове. Есть замечательная история. Они тоже про тебя выдумывают историю, не зная, правда это или нет. Да. Почему бы не создать прекрасную историю? Это супер. Придумайте добрые истории про других людей. Давайте подытожим сегодняшнее обсуждение. Какие у вас сегодня будут конкретные советы? Один или два? Один или два? Первое. Касаемо бизнеса. Я бы начала делать те вещи, которые будут способствовать росту благосостояния. Для первого. Да. Сажать такие семена, которые приведут к росту благосостояния. Да. Сажать. Опять же, я бы сажала семена доверия в отношении потенциальных покупателей. Для меня это важный аспект. Октавин, я знаю тебя, и я уверен, что ты ценишь своих покупателей. Сажай такие семена, благодаря которым доверие будет сохраняться даже при повышении цен. Октавин, усиливай это, сажай для этого семена. Мой совет, слушай, Октавин, только добрые, хорошие люди стесняются повышать цены. Я бы сделал кофе-медитацию вечером. Я знаю, что у тебя недавно родился ребенок. Ты, наверное, просыпаешься по ночам. Ну, просто подумай перед сном. Это хорошо. Беспокоиться о том, что подумают люди, если ты повысишь цены. В Абидарме, которой 2000 лет, говорится, что такие сомнения или такие беспокойства о том, что подумают люди, являются основой добродетели, основой всех хороших поступков. Только хорошие люди беспокоятся о том, что люди подумают. Прекрасно. Я бы радовался тому, что у тебя эти семена уже есть. Хорошо, у нас есть вопрос на завтра для Стэнли и Эллисон. Этот вопрос тоже, кажется, из Румынии. Сейчас я включу. Готовы? Здравствуйте, Геша Майкл. И спасибо вам всем за эти прекрасные знания. Меня зовут Флорин. Я из Румынии. Первая из пяти целей DCI – иметь кислородные деньги. Кислородные деньги – это пассивный доход в размере, превышающем ежемесячные траты. Мой вопрос таков. Какие семена надо сажать, чтобы иметь пассивный доход? Спасибо за ответ. Да, Флорин спрашивает, как достичь такого уровня в посадке семян, чтобы деньги поступали, даже пока ты спишь. Спишь? Это и моя цель тоже, и моей жены. Тогда вам надо посмотреть завтрашний выпуск. Да, завтра послушаем ответы для Флорина. До завтра. До завтра. С днем Святого Патрика от ирландцев.